В Славянском районе к вопросу организации школьного питания относится очень ответственно. Вкусное и полезное питание в учреждениях образования муниципалитета давно уже стало привычным. Но для того, чтобы оно отвечало всем необходимым требованиям, нужно очень постараться. Смотрите наш репортаж из столовой 12-й школы. Школьная столовая приятно радует глаз. Она просторная и светлая, с новой мебелью и отличным технологическим оборудованием. Все здесь устроено так, что отвечает самым современным требованиям. Есть несколько цехов. Мясо рыбный, холодный, хлеборезный. Есть вместительные холодильники, большие печи. Все необходимое для приготовления разнообразных блюд. Немаловажно, что для работников столовой созданы все условия, чтобы они могли работать производительно и качественно. И они стараются, делают свое дело с душой. Самое главное, это прежде всего любить детей, любить свою работу и желать готовить вкусно, хорошо и с душой. Благодаря коллективу, сложной работе коллектива, нам это удается. Хотелось бы сказать, что столовая питает каждый день более 1200 человек. Наше питание идет в четыре смены. Как четко работает здесь раздаточная. Еда не успевает остыть, потому что столы накрываются за пять минут до перемены. Учащиеся дежурят в столовой, помогают сотрудникам вовремя накормить школьников. Мы дежурим по столовой, мы помогаем поварам, накрываем на стол. После того, как до класса уходят, мы протираем столы. Столовая у нас очень хорошая. Больше всего мне нравится, когда нам дают макароны с сыром. Вот. Повара у нас тоже очень хорошие, с ними можно пообщаться. Школьники любят свою столовую и всегда охотно приходят сюда. Они знают, что здесь их хорошо накормят. Немаловажно, что для ребят есть возможность выбора из нескольких горячих блюд. Я считаю, что столовая вполне хорошая. Нас вкусно кормят, разнообразное меню. Можно взять что угодно. По напиткам тоже все хорошо. Сок вкусный, чай вкусный, салатики вкусные. В общем, мне все нравится. Довольны организацией питания и родители. К их мнению здесь прислушиваются и при необходимости вносят изменения. Питание качественно предоставляется. Дочке очень нравится. Поэтому никаких вопросов по питанию нет. Это самая лучшая столовая, которую я видела. Честно сказать, на работе столовой я сама удивляюсь. Я даже дочке говорю, повара так стараются. Я говорю, Злата, кушай. Потому что она вмещает в себя не то, что большое количество детей, просто огромное. И таким потоком это все сделано слаженно. У меня тоже за мной в голове не укладывается, как они это делают. У нас просто работают одни волшебники, так можно сказать. Родители учащихся на проводимых презентациях знакомятся с ассортиментом горячих завтраков и обедов, принимая участие в дегустации представленных блюд. Родители оставляют свои впечатления в книге отзывов, которая находится на видном месте в столовой. Они отмечают, что здесь чисто, обслуживающий персонал вежливый и благодарят за то, что повара, мастера своего дела. И еще в книге пишут, никаких претензий нет. Дети очень довольны своим школьным питанием. От своевременного и качественного питания напрямую зависит организация образовательного процесса. Учителя уверены, что школьная столовая всегда сработает на отлично. Это разнообразие выбора. Дети могут выбрать, что им ближе, что для них вкуснее, что им больше нравится. Соответственно, наши дети охотно приходят в столовую, кушают. В столовой стараются не только накормить ребят, но и приучить к культуре потребления пищи. В этом важную роль играют вкусовые качества приготовленной еды и ее внешний вид. Здесь работают по цикличному меню, поэтому блюда не повторяются. Они всегда свежие и аппетитно выглядят, что также важно. Андрей Вишневский, Станислав Бурбыко, программа «События». Станислав Бурбак,oeicho браевич. Здравия культурная служба. Здравияnak. Время для поднятия культурной едиorie. Время для поднятия сотрудников. Десяц. Десяц. Помимоique environments никогда не постоянно.